Добрый день, дорогие друзья! Я безумно соскучилась уже по прямым эфирам. И сегодня у нас тема «Знаки Вселенной». Я расскажу о том, как вообще расшифровывать знаки Вселенной, и поговорим о топ-3 заблуждений и ошибок в таком деле, как расшифровка знаков Вселенной. Сегодня мы с вами эту тему обсудим. И среди тех, кто на эфире, мы обязательно будете писать свои вопросы и расшифровываем ваши жизненные ситуации, то, как, исходя из того, о чём я сегодня расскажу, расшифровывает то, что к вам приходит как знак Вселенной, как понимать конкретно ваши конкретные ситуации. Да, я вижу, что вы присоединяетесь. Прекрасно! Давайте начнём с того, что вообще обсудим такой термин, как знак Вселенной. Что под этим подразумевается? Я сейчас вам буду задавать вопросы. Мне просто интересно именно ваши ответы для начала услышать, прежде чем вот просто какую-то такую теорию давать. Спасибо большое! Сразу комплименты от вас. Это всегда приятно. Напишите мне, пожалуйста, вот как, что вы подразумеваете под понятием знак Вселенной? Вот пишите, вижу, что это знак, понимаю, что Вселенная для меня, но расшифровать и понять, что хочет Вселенная не могу. Интересное ещё мнение. Как вы понимаете, вот что вот вы вообще понимаете под словом сочетанием? Знак Вселенной. Ну, какие-то примеры. Ну, ну, вот кто-то пишет одинаковые числа на часах. И тоже думаю, что есть у большинства затруднения, что я вот эти числа вижу или вижу какую-то там, знаю, дату своего рождения на часах или ещё что-то, но для себя расшифровать не могу, что это значит. Знак Вселенной. Возможности, люди, события. То есть, опять же, какие-то травмы, какая-то ситуация, упал. То есть, что-то, что происходит вокруг вас, в мире, но у вас есть такое предчувствие, что это сейчас для вас, что это не просто так, что это какое-то совпадение, что вот я вот об этом думала и вот сейчас увидела как раз. Или это прям как будто бы ответ на мой вопрос. Как будто бы с вами общается пространство. То есть, если читать все ваши ответы на вопросы, ну, вот примерно так и вырисовывается. То есть, по сути дела, на часах одинаковое время бывает, ну, как бы практически, ну, очень часто, да, там мы можем даже какое-то конкретное число называть, сколько раз в сутки. Какие-то интересные совпадения бывают. Но вы натыкаетесь на это, либо на какое-то конкретное совпадение, да, либо, опять же, вы стукаетесь или падаете, ну, не один раз в жизни. Но когда вы стукаетесь или падаете в момент, когда вы о чём-то думали, это расшифровывается как некий знак Вселенной. Да, или какие-то вот люди вам встречаются, или вы где-то какой-то разговор слышите, как ответ на ваш вопрос. Соответственно, вы это трактуете, что вот это знак Вселенной, что вот сейчас со мной общается Вселенная. Хорошо. Я задам следующий вопрос. Сны, например, можем мы называть знаками Вселенной? Ведь во снах нам тоже, да, приходят какие-то ответы. Или какие-то предчувствия, не обязательно сны. А вот, например, когда это, в общем, идёт не из внешнего от мира, а из внутреннего, можем ли мы это назвать знак Вселенной? Какое-то внутреннее ощущение того, что вот сейчас надо вот так сделать или иначе? Ну, или вообще, что вот это сейчас конкретно про мою какую-то жизненную ситуацию? Просто, возможно, я пока не до конца понимаю, как это для себя расшифровать. Да, знаки, да. Вот смотрите, и здесь мы что имеем? Да, давайте подытожим. Вот у нас есть внешнее в мире, что происходит как будто бы для нас, и мы говорим, Вселенная с нами общается через какие-то природные явления, через какие-то ситуации жизненные, через других людей. Мы с вами это обсудили. И у нас есть внутреннее, что тоже происходит какие-то. Вот мы не можем пока это объяснить. Там бывают действительно такие мистические совпадения, какие-то нам могут сниться. Действительно вещи сны, случаются какие-то дежавю, или, например, там во сне вам могла присниться какая-нибудь красная книга с красной обложкой, вот какой-то такой формы. И вы идёте в магазин и видите такую, например, книгу, и эта книга, там, вы теперь читаете какое название, и это как ответ на ваш вопрос, чем вам заниматься. Например, да, вот какие-то такие совпадения бывают у кого-то. И есть внешнее, есть внутреннее. Что это всё объединяет? Вот просто хорошо, давайте подумаем, потому что очень часто люди воспринимают, что знак Вселенной это что-то, что не контролируется ими, это что-то, что вот пришло, и вот ты поймал, если хорошо, если расшифровал, то ещё лучше. Но, по сути, что объединяет и внешние, и внутренние знаки Вселенной? Дежавю тоже и снов, да. Это просто-напросто были когда-то у вас сны, и, возможно, как осознанные сны, что вы их проживаете, потому что осознанные сновидения, мы проживаем как явь, ну, что мы не можем даже отличить. И потом, когда вы видите это в реальной жизни, вам кажется, блин, я же это где-то уже видела в реальной жизни, вы это, скорее всего, видели во сне. Подсознание, интуиция, энергия, ваши ответы, инфополе, по сути дела, вы сами. То есть, смотрите, кто время на часах замечает? Вы. Кто концентрирует своё внимание на диалоге этих прохожих, которые, например, ведут диалог, который отвечает на ваш вопрос? Вы, например, думали уйти во фриланс, и вот весь там день об этом рассуждаете, выходите на улицу, и там две девчонки где-то рядом с вами идут до какой-нибудь остановки или куда, до магазина, куда вы идёте, и разговаривают о том, что вот она там перешла во фриланс, и как ей классно, как будто вселенная с вами общается, например, да? То есть, кто это замечает? Ведь около вас часто прохожие разговаривают, вы сейчас этот разговор именно заметили. Кто концентрирует своё внимание на том, что, блин, я вот сейчас ударилась, вот я же сейчас думала вот об этом и ударилась? Вы концентрируете своё внимание, хотя вы ударяетесь довольно часто и в другое время, но вы этому не придаёте значения. Кто запоминает эти сны и потом пытается расшифровать, ведь сны вам снятся каждую ночь? Сейчас кто-то может со мной поспорить и сказать, нет, сны мне не снятся, каждую ночь мне вообще не снятся сны. Сны снятся абсолютно всем людям. И есть официальные научные исследования по этому поводу, но не все люди, причём каждую ночь они снятся, и причём несколько раз, и причём даже когда вы просыпаетесь и помните какой-то сон, вы помните последнее, что вам снилось, вот в последней фазе быстрого сна, потому что вам ещё до этого снились ночью какие-то сны, но вы их не помните. Более того, вы ещё и пробуждаетесь ночью несколько раз, просто вы этого не помните. Я не про пробуждение, когда вы в туалет встаёте или попить, а про пробуждение, когда вы реально просыпаетесь и за нас засыпаете, но вы вообще этого не помните. И это всё научно, опять же, доказано, что это действительно такое есть, просто мы об этом не задумываемся. К чему я клоню? К тому, что так или иначе ключевая фигура, кто расшифровывает, замечает эти знаки и вообще смещает свой фокус внимания на них, это вы. Потому что главная самая ошибка, вот самая такая первая ошибка, которую все допускают, когда речь идёт про интуицию, про знаки Вселенной, мы воспринимаем это как что-то от нас независищее и относимся к этому с каким-то излишним трепетом или излишним страхом, излишней мистификацией. Это, безусловно, волшебно, когда какие-то такие совпадения происходят. Но когда ты каждый раз к этому относишься, то ты как это расшифруешь? Ты уже ниже как будто бы немножко по энергии, чем то, что произошло. Вот я, знаете, такой понятный пример приведу. Представьте себе звезду мирового масштаба. И кто вероятнее с ней подружится, например, с этой звездой? Вот оказалась эта звезда на необитаемом острове. Не знаю, какая-нибудь там супер-пупер певица, супер-пупер актёр или супер-пупер какой-нибудь там человек, которого все знают. И вот на этом необитаемом острове, кроме этой звезды и знаменитости, есть ещё два человека. Один, который вот такой «Оооо, ты вот эта звезда!» И вот так трясётся и кипятком писится, когда видит эту звезду. А второй, ну, просто как бы не воспринимается, что это звезда, а вот, ну, просто как бы относится к ней как к любому другому человеку, там, тоже где-то с уважением, ещё что-то. Ну, как относился бы к любому другому. Вот этой звезде с кем комфортнее будет общаться? Вот себя представьте на место этой звезды. Ну, естественно, с тем, кто тебя как своего какого-то, что ли, воспринимается, кем ты можешь какой-то адекватный диалог построить, кто не возвышает тебя, не имеет от тебя каких-то излишних ожиданий. Ну, то есть я это сейчас привожу на примере метафоры, чтобы было понятно, опять же, вот это энергетическое взаимодействие. Когда вы к знаком Вселенной, к снам, к каким-то совпадениям мистическим относитесь к каким-то страхам, трепетам, с каким-то, боже, в моей жизни что-то происходит, как какое-то время на часах, вы заходите в состояние, вот сейчас вот, когда я просто говорю про вибрации, про эмоции, многим это воспринимается как, ну, как-то по-своему. Хотя это вообще очевидная штука, доказанная, опять же, что всё есть вибрация, абсолютно всё. И в этом нет чего-то такого там, вот сейчас просто высмеивать, да, все взяли эзотерику, и, мол, там чакры, вибрации или ещё что-то, всё, вы там все какие-то повёрнутые. Но, по сути дела, мы все так или иначе взаимодействуем на каких-то частотах или вибрациях. У меня про это был подробный эфир, и у Земли есть свои вибрации. Так вот, когда вы находитесь на определённой частоте, вам доступно только то, что на этой же частоте вибрирует. А то, что вибрирует на частоте выше, вам недоступно. И вот представьте, большинство из вас, когда сталкивается даже с какими-то знаками Вселенной, то есть вот, всё, я, я с этим связана в любом случае, я же вижу этот знак. Если я его вижу, то я для себя могу его понять. Но что в этот момент происходит? Я этот знак улавливаю и скатываюсь вот в эти вот вибрации страха, тревоги, трепета. О, Боже, как же мне это трактовать? А что это значит? Значит, всё, неуверенности в себе, то есть это со мной едино, это продолжение меня. Вот я о чём-то думал, у меня есть какие-то проблемы в жизни, и мне Вселенная даёт какой-то знак, как я это называю. Но я уже, когда это называю так, как будто бы Вселенная – это что-то отдельное от меня. Хотя, по сути, всё едино, абсолютно всё. Вселенная – ты и есть, ты и есть Вселенная. И когда мне приходит ответ, не то, что он мне приходит по чьей-то прихоти или по мистическому стечению обстоятельств, а я сама этот ответ своим намерением и притянула. Я всегда знала ответ на этот вопрос. И я вам более того скажу, ваша интуитивная часть заранее знает, как правильно, как неправильно, в какую сторону вам надо, в какую не надо. Это всё хранится на вот этих вот залежах вашего подсознания и в вашей интуиции. Все ответы на вопросы у вас уже есть. Но как только вам приходит ответ на этот вопрос, вы начинаете сваливаться совершенно вообще в другие позиции. И из этой позиции вы не можете понять и расшифровать. А многие что ещё делают? Им какой-то сон, например, приснился, или пришло какое-то озарение, ясновидение, да? Вот особенно есть люди действительно, понимаете? Я вообще люблю всё приводить обязательно и с научной точки зрения, и с эзотерической. Так вот, ясновидение существует. И разные сверхспособности у людей существуют. Просто про сверхспособности тоже нужно отдельный эфир проводить из-за того, что есть у многих людей некое недопонимание того, что же такое вообще эти сверхспособности. Очень многие люди насмотрелись битвы экстрасенсов и думают, что вот это, наверное, и есть сверхспособности. Ну, нифига. И это не сверхспособности, это шоу. Шоу. В жизни не так совсем. И, соответственно, когда им приходит что-то, какое-то видение, они начинают что делать? Пугаться. Я вижу будущее, боже мой, я вот это вот видела. И потом там кто-то умер и так далее. Окей. Нет, чтобы поисследовать этот феномен. Почему? В каком состоянии я тогда была? Что я еще могу видеть? Что я могу для себя принять? Нет, мы начинаем с чувством вины. А может, я должна была спасти? А может, что? Может, все. И блокируют напрочь у себя это. То есть у них есть вот это вот какой-то некий талант, они берут его, блокируют. Потому что им страшно. Они не знают, что с этим делать. Абсолютно не понимают. И начинают это полностью блокировать. То же самое со снами. То есть когда они рассказывают свои сны, они рассказывают, как будто бы это что-то чужое, страшное, непонятное. Тем самым просто-напросто блокируя себе дорогу в это. Или как, например, с метафорическими картами. Ведь вытащить нужную карту... Вот знаете, многие из вас у меня делают практику. Я периодически провожу с метафорическими картами в сторис. И бывает так, что вы вытаскиваете карту, то есть выбираете, да? Вот, ну, блин, только она вам и подошла бы. Когда вот я потом их открытыми кладу, и вы мне многие пишите. Вот я смотрю на другие карты, вообще не про мой вопрос. А вот это именно одна, как я могла вот именно ее так выбрать, когда они лежали закрытыми. Да? Да, знакомо вам это, я думаю. И многие люди, когда даже карты, да, какие-то вот картинки начинают расшифровывать, начинают... Ой, это, наверное, плохая картинка. И начинают, опять же, нет, чтобы вот с интуитивной части сейчас продолжить это исследовать. Они сваливаются вот в эту позицию непонятную. Вот. Сейчас я посмотрю, что вы пишете. Давайте я так говорю. Мы с вами на чем закончили? Что так или иначе, если нам приходят знаки извне, из мира, через других людей, через ситуации и так далее, либо когда они приходят изнутри личными ощущениями, снами, каким-то вот ясновидением, жопой чую, да, люди говорят, или там бабочки в животе. Ну, в общем, вот эти вот ощущения в теле, которые изнутри идут, мне подсказки, знаки вселенной. Все это так или иначе связывает один человек и одно связующее звено. Это вы сами. Потому что, как бы мы сейчас это не объясняли, все равно именно вы акцентируете свое внимание на часах именно в этот момент или там на вот этом диалоге или на этом сне, именно его вы почему-то запомнили. Вы. То есть вы едины с тем, что с вами общается. И внутри, и снаружи. Почему говорят, мир – зеркало? Все люди – это ваше зеркало. Потому что каждый человек – это и есть вы. Эта концепция, она не совсем понятна, когда вот так ее кратко объясняешь. Ну, кто у меня на курсе интуиция был, я там более подробно рассказываю. Сейчас этот урок называется «Модель мира», и я в нем, где я рассказываю с точки зрения вот именно квантовой такой, так скажем, теории. И мы там говорим о том, что и времени, по большому счету, не существует. Насколько все происходит параллельно и в будущем, и в прошлом, и в настоящем. И поначалу взрывается мозг просто-напросто. И плюс мы там делаем практику, я так называю ее, практика сталкинга, когда мы докапываемся до вот этого внутреннего ядра и понимаем, не то, что понимаем головой, мы чувствуем просто вот на уровне действительно души, насколько мы со всеми едины. Периодически потом ты в жизни, когда снова заземляешься, когда ты снова начинаешь существование на привычных таких вот своих оборотах, ты забываешь об этом. И там у тебя кто-то плохой, кто-то хороший и так далее. Хотя все есть ты, абсолютно все. Все люди, что есть, и все люди, что будут, и все люди, что были. И это такая тема отдельного эфира. И были у меня на самом деле про это уже эфиры, но более подробно я про это рассказываю на курсе по интуиции. То есть вы ключевой персонаж. И что вы чаще всего делаете? В чем ошибки? Топ-3 ошибки я бы назвала в расшифровке знаков вселенной. Какой бы это знак ни был, внешний или внутренний, время на часах это, или сон, который вы расшифровываете. Первое, вы делаете это не из тех вибраций, из низких, да, я это уже озвучила. Вторая причина, вы делаете это из детской позиции. Вот сейчас, пожалуйста, вслушайтесь. Когда вам просто надо знать, хорошо или плохо, да или нет. Когда я не хочу понимать, о чем, для чего, когда мне просто надо. Ну скажи мне, делать или нет. И как бы сбросим ответственность. Я пытаюсь сбросить ответственность. Я пытаюсь сбросить ответственность. Я не хочу понимать, что и у да, и у нет есть свои последствия. И возможно, мне сейчас вот эти знаки приходят, чтобы я расшифровала для себя последствия этого решения. Потому что, да, возможно, тебе, например, надо сейчас уволиться, но значит ли это, что все будет хорошо? Нет. Там, возможно, еще сложнее будет какое-то время. Но потом ты для себя откроешь то, что ты ранее не могла открыть вот без этого увольнения и без этого опыта. Бывает даже так, что тебе нужно сейчас уволиться, потом еще попробовать, может быть, какой-то бизнес, который в итоге ты не сделаешь делом своей жизни. Но именно в этом бизнесе ты получишь тот или иной опыт, который потом тебе поможет расцвести так, как вот ты сможешь реализовать свое предназначение. Но все эти ступени важны. У нас же как люди хотят? Сразу дайте мне, вот сразу, без всяких ступенек. Я не хочу проходить какие-то промежуточные этапы. Я сразу хочу миллионы. Ну и все-все-все, что было. Без какого-то вот... То же самое, что сейчас мне, я не знаю, мой трехлетний ребенок скажет, можно мне вот без вот этого всего сразу давайте мне деньги, там, квартиры, машины, и там, все вы мне дайте, как бы, ну, а я там даже разговаривать особенно учиться не буду. Зачем вот это все вы придумали? Просто все дайте мне, чтобы я наслаждался. Ну, не бывает же так, да, есть определенные этапы эволюции и созревания. И в жизни тоже. И вот эта детская позиция, когда вы ищете, а кто бы вам дал знак? А кто бы вам ответил да или нет? Вот сбросить вот эту вот ответственность. Не из взрослой позиции, а абсолютно из детской. Или когда, ой, не знаю, ехать мне или не ехать. Ну, ладно, вот сейчас, если кто-то там позвонит, или если на небе будет облачко определенное, или если дождичка сегодня не будет, ну, будем считать, это знака Вселенной. Ну, прикольно так шутить, но реально так жить, из инфантильной позиции, на все искать знаки, не принимать самостоятельных решений, а опять же отделять вот какую-то Вселенную как будто бы от себя и относиться к ней так, что вот там как будто бы это мама такая, которая тебе дает какие-то разрешения, да или нет. То есть не ты наравне, ты и есть Вселенная. И посмотрите, из этой позиции, опять же, можно тут перейти снова в низкие вибрации, но с другим, так скажем, полисом не могу слово подобрать. Ну, в общем, можно, например, не бояться, а наоборот читать, я вообще тут повелительница миров, и сейчас, как я вот тут себе наколдовала, так и будет. То есть занять позицию выше всех вообще, это тоже ни к чему хорошему не приведет впоследствии. Я и есть все в принципе, и это не делает меня тут королевишной, это наоборот делает меня человеком осознанным, который теперь ко всему и к материальному, и к живому, и неживому начинает относиться с уважением, как я бы хотела, чтобы относились ко мне. Такое состояние, такое осознанность, в нем сложно постоянно находиться, сразу говорю. Ну, то есть вы все равно будете обратно слетать в привычное состояние. И вот в этом состоянии вы можете прочитать любой знак вселенной и расшифровать абсолютно любой сон. Когда же вы в состоянии «Я маленькая девочка, дайте мне знак вселенной!» Или когда вы в состоянии «Я тут невероятная эзотеричка», или там «Я тут невероятная вообще повелительница миров, и я там формирую свою реальность так, как я хочу, и будет только так, как я вижу». Да, вот из какой-то позиции повыше над этим всем. Ничего не получится. Тоже детская позиция, на самом деле, такой задиры. Вот. Поэтому это ошибка номер два. Трактовать знаки вселенной с детской позиции. Ждать, что тебе кто-то подскажет, потому что ты сам не знаешь. Ты уже из этой позиции ни один знак вселенной адекватно не опишешь для себя. Потому что ты уже ниже, ты уже не на одном этом уровне, но ты уже на других вибрациях. Либо это вот страхи всякие, либо это вот детская позиция. И следующая ошибка, да, третья такая, топ-3 я сегодня приезжаю, хотя на самом деле и больше. Это трактовать в лоб. Когда вам снится, что кто-то умрет, значит, кто-то умрет. Я не спорю, что вам бывают сняться вещи и сны. Это действительно есть, этот феномен. И здесь самое неправильное, что можно сделать, это свалиться в страх. Если вам приснилось, что кто-то умрет, и кто-то умер, это кто-то умер не потому, что вам это приснилось. Он и должен был умереть. Но вы эту информацию заранее считали. Для чего? Почему? Вот в это надо идти с исследовательским интересом. В какой день вам это приснилось? Поотслеживать. Понятно, что вы будете, если это ваш близкий человек умер, то вы будете переживать все стадии потери. И вам как бы пока не до этого будет. Но в любом случае блокировать это и бояться этого, или додумывать, что значит я должна была остановить. То есть это из позиции я королевич, что тут повелительница вселенной должна была предотвратить чью-то смерть. Да нет. Не для этого вам это снилось. Или где-то там упал самолет, или еще что-то. А вы накануне видели такой сон. Что обычно с вами происходит? Вы боитесь. Либо вы выпендриваетесь. Да вот мне тут вообще вещи сны снятся. Но не идете в это и не разбираетесь с этим. И получается, вы даже этим не можете управлять, потому что вы впадаете в позицию, что это к вам откуда-то приходит, и вы тут совершенно ни при чем. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Вот топ-третьих ошибок. И сейчас я посмотрю то, что вы пишете, и поразбираем какие-то ваши ситуации, насколько это возможно. Я в первый раз такой эфир провожу, когда я предлагаю поразбирать ваши, да, какие-то ситуации. Я обычно сны, например, ваши разбираю в сториз. И в этой ситуации я знаете, чего боюсь? Того, что вместо того, чтобы слушать и вникать, и даже если я чью-то ситуацию разбираю, взять для себя что-то в этом, многие могут просто как дети думать, не, не, это все пофиг, разбери мое. Вот хочется, чтобы вы были осознанной аудиторией и не только о себе думали, но и думали о том, что так или иначе во всем, что я вам сейчас говорю, вы можете для себя подчеркнуть нечто важное. Потому что очень часто, когда ведешь такие эфиры, людям вообще это все неинтересно, им просто надо, чтобы ты конкретно их ситуацию разобрал. А потом они удивляются, почему в мире, когда вот с ними какие-то ситуации происходят, что-то несправедливо происходит. Ну, потому что когда, ну, в общем, ладно. А то сейчас отчитаю тут, вы забоитесь вопросы писать. Снится, почему снится сон во сне? Вот приходите на вебинар 9 марта, мы будем об этом разговаривать, я про все фазы сна расскажу. И сон во сне, это классно, это у вас, значит, если особенно вам часто такое снится, вам легче, чем другим, будет освоить навык осознанных сновидений. То есть научиться управлять этим, понимаете? То есть можно этого бояться или думать, что это такое происходит? А можно научиться управлять этим. И то же самое относится к знакам Вселенной. Можно так свою интуицию развить. Можно с ней, так скажем, подружиться и понять, что это не что-то отдельное от вас, что к вам иногда приходит. А не то, чтобы контролировать ее, но просто осознать, что эта часть меня всегда была. И я понимаю, какая она у меня, моя интуиция, и как я ее слышу и вижу. Каким образом я считываю знаки Вселенной. И у нас на курсе интуиция, мало того, что я даю огромное количество важных практик, так еще каждый получает свою индивидуальную карту по дате, месту времени рождения. Если неизвестно время рождения, то она, эта карта составляется и по дате просто, да, по космограмме. То есть где, что значит карта интуиции? Там по вашей натальной карте, то есть астролог вам индивидуально ее составляет, это уже входит в стоимость курса. Он стоит как бы недорого относительно, если мы вот это все перечислим, но это вообще с индивидуальной работой, да, что вам составляют вашу натальную карту и описывают, в чем особенности вашей чувствительности, где у вас интуиция, где вам знаки, лучший приход, где вы сами моделируете реальность, ярче, где это получается. И вам конкретно перечислены те практики, которые нужно именно вам делать, которые вот не всем подходят, а именно вам, потому что именно вот это ваше строение интуиции. И это уникально, и нигде вы такого больше не встретите, чтобы индивидуально подбирали практики про развитие интуиции, потому что мы все разные. Вы можете посмотреть, одним снятся реально вещи и сны, другие ни разу в жизни вещи и сны не видели. Одни телом чувствуют, другие сами формируют реальность. Одни на какие-то разговоры, тексты натыкаются, через других людей информацию получают, другие вообще через природу. Вот именно там, в этих местах, они начинают раскрывать все свои способности, когда вот они меняют свое местоположение, у них интуиция их меняется. И это все можно увидеть по дате рождения. И я за всю жизнь столько практик собрала по развитию интуиции, и столько карт реальных, натальных разобрала, что, естественно, у меня родился вот этот свой авторский метод разбора именно интуитивности каждого человека и какому человеку какая практика подойдет. И все это в курсе по интуиции есть. И он, у меня этот курс бывает только на коридор затмений, а у нас в марте начинается коридор затмений, и в этот раз вот я запускаю этот курс опять. Я на прошлый коридор затмений пропустила, потому что я сама была не в ресурсе. Мы как раз тогда в круиз ездили, я приболела, я там была беременная. и в общем я понимала, что я не смогу отвести этот курс качественно, потому что я просто бесил. А сейчас я такая полна сил. Сегодня, кстати, 21 день после рождения Никиты. Ему даже еще месяца нет, а я уже чувствую себя хорошо. У меня уже восстановилось тело, ну достаточно классно для 21 дня. Уже можно смеяться, уже можно чихать, кашлять, ничего не болит. Угу. Так. Тут кто-то вот пишет, вы одно написали, видимо, сообщение, потом продолжаете, а там уже куча других вставились, да? Так, давайте про цифры. Все, кто пишет, я постоянно вижу такую цифру, я постоянно вижу такую цифру. Первое, что вам нужно сделать всем, кто видит какие-то цифры, что делают все? Лезут и гуглят, что значит, если я вижу три шестерки, или что значит, если я вижу такие-то цифры. И, естественно, там нумерологические всякие обозначения есть. Я абсолютно не против, но это все общее. Как и в астрологии, все, что общее, все, что не индивидуальное для вас, это, ну, ни о чем, так скажем. Это контент, да, но это неправда та, которая изменит вашу жизнь, потому что нужно всегда смотреть индивидуально. Что значит индивидуально? Даже, ну, нумерологи мне однозначно подтвердят, что все-таки по-хорошему, если уж мы даже через нумерологию будем заходить, то надо встретить, кому именно эти цифры, потому что, ну, условно, нумерологи, поправьте меня, если я сейчас не совсем корректно вашу терминологию скажу, но у каждого человека есть свой персональный числовой код, есть какие-то свои числа, античисла и так далее. И тут, опять же, один будет шестерки видеть, для него это вообще его число, или какое-то его число удач, или его число кармы, для него это одно будет значить. А для другого, другое, если уж мы говорим о нумерологии. Если вы вообще не в теме нумерологии, не понимаете и так далее, что нужно сделать каждому? Во-первых, задуматься, что я делала и думала перед тем, как я это число увидела. Это раз, два, в момент, когда вы число увидели, сели и для себя, а что для меня цифра 6? И выписываете, или, например, мне там кто-то говорит, мне вот там, 6-6-3, что для меня 6-6-3? Вот первая ассоциация, которая в голову приходит. Да хоть там жопа, свечка и лампа вам приходит. Выпишите, значит, эти ассоциации. Весь бред, который приходит, выпишите. Это будет переть из вашего подсознания. Подсознание, как ребеночек, да, общается такими простецкими словами. А потом, попробуйте из этого, вот это все синтезировать во что-то осмысленное. Как расшифровываются сны, так же, как расшифровываются метафорические карты, так же. Мы выписываем все ассоциации, а потом уже начинаем это объединять. Знаете, есть люди, которые, например, когда называешь какие-то цифры, видят их в цвете. Кому это знакомо? Вот поставьте сейчас лайк или какой-нибудь смайлик. По-любому нас много. Есть люди, которым, когда говоришь цифру, они ее звуком слышат. Есть люди, которым говоришь цифру, они какого-то человека вспоминают. Ну, это же у каждого есть, понимаете? Так вот, если тебя посадить за стол и отключить твою рациональную часть и сказать, выписывай сейчас все, что тебе приходит, ассоциации на те цифры, которые ты видишь. Ну, которые-то чаще всего. Потому что здесь я поделю. Есть, когда вы просто натыкаетесь на совпадение чисел. То 22, 22, а то 11, 11 разные. А есть, когда вы натыкаетесь постоянно на какое-то конкретное число. Может быть, это дата вашего рождения. Вот у вас на часах все время, например, 2103. 2103. Вот вы все время натыкаетесь на эти числа. Когда вот именно 2103 на часах. Или там, я не знаю, 1101. Ну, не важно, да? А что для вас эти цифры? Кто-то скажет, ну что, ну это дата моего рождения. Давай, садись, вот прям пиши. Еще что? А еще, а еще, а еще. И у тебя раз и какие-то ассоциации. Рождение, новая жизнь, счастье, день рождения. Все, вот это для тебя и значит. А кто-то свой день рождения ассоциирует с чем-то грустным, что время уходит и так далее. И для него это будет значить. Прикиньте. Но ты не можешь это расшифровать, если ты из позиции маленького на это смотришь. Я постоянно вижу какие-то одинаковые числа, я не знаю, вот эта мистика. Ты из маленького состояния это делаешь. Или из состояния тревоги, если ты пытаешься расшифровать, да? Ну, то есть, понимаете, либо ты буквально. Так, пойду-ка я загуглю. Вот это тоже, это чем не буквально? Как сны вы пытаетесь расшифровать через сонники? Самое худшее, что можно придумать вообще. Ну, как бы понятно, опять же, по той же аналогии, что и с цифрами на часах. Что это вот, это вот все, что общее, все, что там написано, это не так. Кто-то скажет, ну вы же расшифровываете сны. Так я же их не по сонникам расшифровываю. Я пытаюсь выстроить ассоциативный ряд, и я всегда говорю о том, что здесь возможно, так для тебя лично, это может быть совершенно по-другому. Потому что все равно это же из моей головы идет, мои ассоциации. Так. Мужу моему снятся фантастические сериалы, которые он не смотрел, сочиняет его мозг что-то невероятное. Это не сочиняет мозг. Это ему идут ассоциации, опять же, ему идут те картинки, которые он может расшифровать. И это очень классно, когда эти сны яркие, да, такие запоминаешься. Потому что не у всех есть такая возможность именно так сны видеть. И это его талант и его возможность это развить. И через сны получать более точные ответы. Потому что, смотрите, человек, который видит сны какие-то вот обрывочные, там, не самые яркие, там, иногда запоминает, у него изначально он может развить тоже свою сновидческую память, но тот человек, который уже без всяких тренировок видит яркие сны, как фильмы, ему это получится быстрее. Это как по аналогии с голосом. Вот, например, я не умею петь, но если я захочу, я пойду на уроки вокала, мне поставят голос, и в целом это будет терпимо, если я тут начну вам на эфирах петь. Ну, то есть, может быть, даже это будет красиво. То есть, можно научиться. Если я буду ходить 10 лет на уроки вокала и постоянно выступать и петь, я начну красиво петь. Но есть люди, которые рождаются уже с голосом. Им даже и уроки вокала не нужно, они уже сразу поют красиво. И им достаточно будет, я не знаю, полгодика походить, чтобы до профессионального поставили. То же самое с рисованием. Рисовать можно научить каждого. Но одному это вот просто с детства дается, а другой каляки-маляки рисует, и ему прям надо поучиться, так скажем. Вот. При этом, ну, это вот про любой талант можно сказать. Всему можно научиться. И в том числе вот истории со сновидениями. И поэтому я и говорю, вот у нас на интуиции индивидуальный подход. У кого-то будет в карте интуиции написано, тебе надо вот прям тренировать осознанное сновидение. Это твое. А у другого такого не будет написано, у другого будут совершенно другие практики. Но уроки всем выдаю, всем рассказываю. И про осознанное сновидение, и даю информацию, как правильно этот навык освоить. И работу со страхом мы делаем. И обязательно у нас на курсе по интуиции есть урок самый первый, где мы учимся управлять своим вниманием. Ведь какое у вас у всех блуждающее внимание? Да и у меня тоже, если я не делаю эти практики. В мире, где все настолько ускорено, если вот сейчас вот в это время поместить человека, который там жил сто лет назад, он с ума сойдет от обилия информации. Мы за день потребляем столько, сколько они за жизнь не потребляли информации, не получали. И наше внимание, оно рассеянное, оно везде вот так. Нам долго, тяжело задерживать свое внимание, особенно нашим детям, так уж тем более, сейчас с этими тиктоками, короткими роликами, шортсами, и всем подряд. Мультики вот эти, где каждые 3 секунды картинка меняется. Вот кто-то может сказать, у меня ребенок не смотрит тикток, да и у меня особенно, как бы у него нет такой возможности. Но вот вы любой мультик сядьте, посмотрите, картинка меняется каждые 2-3 секунды, засеките время. То есть, вот она тут там, я не знаю, это Маша из Медведя, вот она тут, тут Медведя показали, тут это вот. Картинка меняется, чтобы ребенок сидел и смотрел, как и в рекламе, как и везде. К чему я это объясняю? Потому что, когда ваше внимание вот так блуждает, вы не можете уловить сигнал интуиции. Вы путаете сигналы интуиции с тревогой и страхом. Этой тревогой и страх навязчивый, они постоянно в голове сидят. А если то, а если это, боже мой, тра-та-та. Мне кажется, может быть, это просто предчувствие. Да никакое это не предчувствие, ты сама себя и накрутила. А интуитивные мысли, они тихие, они не навязчивые. Их, чтобы услышать, еще нужно все свое внимание сконцентрировать и на эти вибрации, собственно, выйти. Как часто, то есть, когда мы получаем сигналы Вселенной, мы либо вот спим, потому что это во снах, либо мы расслабленные. То есть, мы расслабленные вот на такое, да, в каком-то несколько трансе. Человек, если вы не знали, за день очень много раз находятся в трансе, то есть, например, вот кто ведет машину, вы знаете, что вы иногда в какой-то транс входите, ведете, все на автомате делаете. В этот момент вы ни о чем не думаете, ни о чем не тревожитесь. И раз что-то по радио, что-то, о, нифига, а я только вот об этом думала. Или раз там какой-то билборд увидели, на который раньше внимания не обращали, а он отвечает на ваш вопрос. Вы в расслабленном состоянии это уловили. Когда же вы весь в тревогах, вы только можете что-то уловить, что подпитывает вашу тревогу. Если вы боитесь летать, то все новости, где самолет упал, для вас это все, может быть, мне не надо лететь. Понимаете о чем? Вот. Так, смотрю, что вы пишете. Для меня одинаковые цифры значат, что я в потоке и открыт портал. Прекрасно. Главное, чтобы это не было детской позиции. Я не говорю, что у вас это детская позиция. Не знаю, надо с вами пообщаться, чтобы точно понять. Но бывает так, что, блин, ну вот что-то я не увидела одинаковых цифр, значит не буду это делать, значит нету потока, нету портала. Ну как-то вот так, да, либо подожду, когда одинаковые цифры, чтобы вот этого не было сбрасывания ответственности. А тут кто-то говорит, ли такой-то показатель о сильной интуиции, или такой-то? Нет. Смотрите и услышьте сейчас внимательно. Ваше эго хочет, чтобы у вас была самая сильная интуиция. И вам хочется услышать, что ваша душа опытнее, или что у вас сильная интуиция, или еще что-то. А я вам говорю, интуиция есть у всех абсолютно. Это как то же самое, что все люди наделены какими-то талантами. Да, один поет, другой танцует, третий хорошо рассказывает, четвертый, там, я не знаю, мастерит или собирает. Но у каждого есть что-то, чем он отличается от другого. И так же интуиция. Интуиция, что такое? Это связь со вселенной наша, мы есть ее производственную. То есть, как бы, здесь не может быть, что мы отдельно. У всех людей абсолютно есть интуиция, просто она у всех в разном проявлена. Один через сны, другой через ощущения. Третий сам моделирует ярче, чем другие. Он не прислушается ни к чему, он сам это все моделирует. Понимаете? Как здесь сказать сильно? У кого сильнее талант? Кто поет или кто танцует? Вот скажите мне, ответьте мне на вопрос. Или кто красивый? Кто брюнет или блондин? Ну как это? Как на этот вопрос ответить? Никак. Это уже личные какие-то предпочтения. И то же самое с интуицией. Нету показателя на сильную интуицию. Она, по сути дела, у всех так или иначе сильная. Просто считается, что вот какие-то предчувствия, и вот когда я ясно вижу, ясно знаю, вот и слышу свое подсознание, это вроде как сильная интуиция. Но она есть и другого вида. И поэтому принято, говорит, вот тут у вас сильная интуиция. Это просто людям вроде как понятно, что нужно себя слышать. Но если разобраться, то у всех есть интуиция, просто она разного вида. Спасибо. Один и тот же сон. Долгие годы. Я на горе. Страх высоты. Боюсь. И далее начинаю медленно спускаться. Прекрасно. В следующий раз, если вам этот сон снится, вы можете его, в нем осознаться. Потому что это уже знакомый вам сон. Вы когда в нем оказываетесь, вы понимаете, что это сон. И что-то там изменить. Также вы для себя сейчас садитесь и выписываете, что для меня гора. Вот что это для меня. Как, в какие периоды мне этот сон снится. Может быть, перед какими-то важными решениями. Если я уже забралась на эту гору, с кем я забралась, как я забралась. Вот прям для себя поотвечать на вопросы первое, что приходит в голову. Кто-то может сказать, а откуда я знаю? Может, я неправильно отвечаю. Это позиция ребенка. То есть, кто-то должен подтвердить тебе, правильно ли ты отвечаешь. Ты един изначально с этим полем. Вернись в эти вибрации, в это состояние. И из него пиши все, что тебе приходит. А также я на вебинаре дам практику по проживанию сна наяву. Тоже вам можно будет ее сделать. Приходите на вебинар по снам. Будем там об этом разговаривать. Колос поменялся у кого у меня? Ну, не знаю. Может, мне не давит больше ребенок сюда. И поэтому как-то изменилось. А то я и дышать не могла. Меня тут очень сдавливало. Испекла пирог. Хотела позвать подругу, но подумала, в выходной не поедет. А тут она резко мне пишет. Приеду с ночевкой. Да, это тоже один из видов интуиции, когда вы чувствуете других людей. И у нас даже такая есть одно из упражнений, да, вот это мгновенное включение, когда мы фиксируем. Тут еще какая есть фишка, когда у нас интуиция проявляется наша, наш привычный способ удивиться, что, о, блин, прикольно. Ну и все. А мы можем в этот момент это состояние заикарить. Где-то у меня дожрился по этому поводу был. То есть смотрите, когда вы интуитивно что-то почувствовали, не опускайтесь на вот эти детские моменты или на какие-то моменты страха. Не становитесь ниже этого чувства. единитесь с ним, что, блин, классно, сейчас появилась моя интуиция. Я ее вижу, принимаю, и я хочу, чтобы она ко мне приходила чаще. Вот это моя часть. И можно прямо даже на теле каким-то движением заикарить. Может быть, там вы вот так ногтем подавите в ладошку или где-то вот тут себе по уху почешете. Это все якорь. То есть вы какое-то движение делаете, и каждый раз, когда интуиция к вам приходит, например, вы раз вот так сделали, приняли это. Все. Вот вы раз в 15 так сделаете, на 16 вы просто вот так в ухе почешете там, где вот вы якорили. Интуиция сама придет. То есть это элементарные такие вот лайфхаки, штуки, которые как по управлению нашим мозгом. А интуиция, она откуда-то берется, оттуда и берется из нашей бессознательной части, из подсознания, бессознательное. Как хотите называть, это в разных теориях по-разному просто называется. Но суть одна. Что-то, что мы не осознаем, в моменте, что нами управляет в большей степени, как вот в Айсберге, да, я у меня на интуиции эту картинку тоже показываю. Какие наводящие вопросы задавать для расшифровки знаков вселенной? Классный вопрос. И вот это хороший вопрос, потому что он открытый. Вы умничка, Светлана. Смотрите, вот я прям даже пост, по-моему, по этому поводу писала, а я вот не помню, публиковала я его или нет. Открытые и закрытые вопросы. Всегда задавайте открытые вопросы. Всегда. Потому что на них вы можете реально получить ответ. Закрытые вопросы, это когда да или нет? Это сбрасывание ответственности. Вот смотрите, по-разному звучит. Выду ли я замуж? Буду ли богатым? Да, нету, да, ответ. Ну, вроде как, зато понятно. Зато ты сбросил ответственность. А если тот, кто тебе отвечает, ошибся, например? Да? Или если тебе ответят да, а дальше что делать? Просто сидеть, ждать? Тогда уже не да. Тогда ты через год спросишь, скажут, уже нет. Уже ты пропустил этот год, когда ты мог быть богатым, но ты же ничего не делал. Если же я задаю вопрос, что мне сделать, чтобы быть богатым? Или почему я до сих пор не вышла замуж? То есть открытый вопрос, на него нельзя ответить да, нет. То тогда я могу расшифровать для себя более полно. Но это надо поработать, да, подольше, что-то поделать, там, пописать, возможно, поразмышлять, встать в одну вибрацию, так скажем, вот с этой частотой Вселенной, а не выше или ниже, пытаться там быть и что-то из себя строить, или наоборот скатываться в состояние ребенка. И вообще по жизни, когда вы задаете открытые вопросы, у вас шире восприятие мира, нежели когда вы пытаетесь все разложить под черное-белое, да, нет, хорошо, плохо. И когда вы пытаетесь также знаки Вселенной трактовать, это хороший сон, это плохой. Даже если это сон, который кошмар, где кто-то кого-то убивает, вы знаете, это может быть чудесный, прекрасный, хороший сон, потому что он помогает вам отработать все те эмоции, может быть, какой-то агрессии, или какой-то грусти, может быть, вам сон приснился, где-то умирает, я не знаю, вот у меня недавно приснилось, что кот умирает, да, но грустный, грустный сон, можно сказать, плохой сон приснился, о боже, кот умрет, а может быть, просто тебе необходимо было проработать какие-то свои эмоции грусти, которые ты вот в реальной жизни тебе негде вроде бы выпустить, там фильмы какие-то слезливые, не смотришь, еще что-то, вот сон тебе снится, чтобы ты там погрустил, иначе потом у тебя где-то в другом месте это вылезет психосоматически, а может быть, ты столько злости накопил, что так хочется наорать, или кого-нибудь побить, но нельзя, а во сне можно, и сон тебе помогает, и уже сон, где ты кого-то убил, разрезал, изнасиловал, или еще что-то сделал, уже неплохой, он уже хороший, да, если с этой стороны посмотреть, поэтому прекратите ставить оценки и задавайте открытые вопросы, вот как вот Светлана задала вопрос, какие наводящие вопросы задавать, это уже открытый вопрос, и я говорю, открытые, всегда спрашивайте себе, я открытый вопрос задала, или закрытый, бывает вот, когда я там даже карту вытаскиваю, да, я бывает окошко вешаю, говорю, вот я сейчас там, пишите вопрос, и я вам вытащу карту в ответ на вопрос, и люди, которые пишут закрытые вопросы, я даже не отвечаю, ну я даже ее пролистываю, я понимаю, что так, это закрытый вопрос, тут не будет никакого ответа, и вот представьте, что вселенная также на ваши вопросы не отвечает, ну то есть, когда в окошке, например, написано, что менять ли мне работу, да, нет, ну то есть, как, а что, да, нет, ну да, менять, например, а дальше что, да, ты поменяешь, а что там будет, а какие там особенности, может тебе не работу, надо менять, а самой менять? В себе что-то? Может, тебе вообще надо не работу менять, а бизнес новый начинать? А ты уже вот этим вопросом ограничила все. И когда вы задаете вселенной подобные вопросы, ну, как во вселенную, так скажем, просто вслух, да, боже, ну, не знаю, менять ли мне работу? Попробуйте по-другому вопрос задать, и ответ тогда придет. Просто даже уже от того, что вы по-другому задали вопрос. Так. Как понять, когда нужно что-то предпринимать? А когда это надиктовано тревогой, и ничего делать не нужно касательно всего здоровья, в ЧК, в карьеры и так далее? Вот тут бы я вас позвала на курс по интуиции. Потому что как понять это именно вам, это же будет зависеть от вашего, как вы чувствуете мир. То есть как у вас идет мирощение? Я, наверное, давайте еще проведу эфир, как раз в преддверии курса интуиции, это будет довольно контекстно, где я пораспираю прям ваши натальные карты на предмет вашей интуитивности. Ну, то есть я сделаю то, что мы делаем на курсе для ребят, только там мы им предоставляем файл, где их натальная карта, и там примерно пять листов описана их интуиция, да? А сейчас еще знаете, что я хочу сделать? Я сделаю. У нас еще, я буду для каждого участника выбирать карту метафорическую из моей колоды. То есть в карте интуиции мы добавим еще один лист, ну как файл, да? Где будем вставлять карту, которую я выбрала именно для этого участника курса. Вот именно для него, да? Он сам ее будет расшифровывать для себя, что она для него значит, да? Я там подскажу, как, то есть я текст напишу, но карту буду для каждого индивидуально вытаскивать из своей колоды, и мы будем ее прикреплять. Это все, естественно, в электронном виде будет приходить участникам, чтобы это все было, если мы тут будем еще всем домой слать реальные письма, это будет не совсем то. Но вот. И это тоже, так скажем, будет раскрывать какие-то дополнительные грани и понимания, и такие тоже подсказки. Но вернемся к вашему вопросу. Как понимать, когда это голос интуиции, а когда это голос тревоги. Из такого простого, это голос тревоги, он повторяется, он навязчивый, его из головы тяжело выгнать. А чтобы услышать голос интуиции, необходимо успокоиться, необходимо уметь управлять своим вниманием, необходимо понять, насколько ты не в детской позиции. А ты ведь можешь быть в детской позиции, даже этого не подозревать. У тебя может быть непродина сепарация, у тебя может быть ранен твой внутренний ребенок, и ты из него какие-то решения предпринимаешь, когда ты регрессируешь в каких-то ситуациях серьезных, жизненных, тебе страшно принять решение, страшно ошибиться, и ты в этот момент как будто проваливаешься в позицию ребенка. То есть ты сидишь взрослая тетя, но ты внутри маленькая девочка, которая страшно ошибиться, и ты принимаешь решение из вот этой какой-то страха, ошибки, опять же из низких вибраций. У нас поэтому на курсе по интуиции есть урок, который называется «Детство и его связь с интуицией». Блин, какая там мощная практика по сепарации, невероятно. И там еще практика по, ну так скажем, исцелению своего внутреннего ребенка. Тоже я там ее даю. И плюс мы тело пробуждаем обязательно, да, у нас даже есть сейчас интуитивная зарядка, которую мы делаем. Мы внимание тренируемся, управлять вниманием, да, это такая практика, которая самая сворста и самая сложная. Ну кто был на курсе, тот знает. Вообще я там 25 практик даю по развитию интуиции. Но вы себе выберите, можете выбрать, которые вам нравятся, либо те, которые я вам в карте интуиции, да, вот будут указаны у вас. Именно по вашей натальной карте, по вашей дате рождения. Вам не надо знать астрологию. Вот очень многие люди думают, что курс интуиции – это курс про астрологию, или что нужно быть астрологом. Вообще нет. Вообще нет. Там не будет ничего по астрологии. Ничего. Не надо быть астрологом там. Если вы астролог и думаете, что вы там чему-то астрологическому научитесь, нет. Мы там учимся именно интуицию развивать. А вот то, что астрологу нужна интуиция, да, как и нумерологу, как и обычному там, кто не связан с какой-то такой работой, любому человеку она нужна. Потом у нас есть урок «Модели мира и я в нём», где вот, собственно, мы и говорим о том, что как это всё понять, что и времени существует, и что всё едино. И я там это объясняю. Более того, не просто объясняю, я практику конкретную даю. У нас есть урок «Осознанные сновидения». Очень большой урок, где мы учимся осознаваться во сне. Каждый будет учиться. И это же не просто. Это всё проходит в коридоре затмений. Я почему этот курс не провожу так часто? Да потому что я его только в коридоре затмений провожу, а коридор затмений только два раза в год. И вот он был осенью, коридор затмений. Я пропустила его. Сейчас вот в марте. Следующий будет опять только осенью, коридор затмений. А там, может, тоже что-то я пропущу или не буду проводить. Очень как бы зависит всё от моего состояния. Потом у нас есть урок «Биоэнергетика и работа со стихиями», где мы учимся работать с нашим энергетическим телом, где мы говорим про ауру, про все энергетические тела, где мы учимся управлять своими энергетическими каналами и наполняться энергией, вообще понимать, где она у нас сливается. Урок с эмоциями у нас есть на этом курсе, где мы учимся понимать, где в теле у нас эти эмоции сидят. Потому что когда ты боишься, ты должен понимать, где у тебя этот страх, чтобы различать где страх, где интуиция где у тебя сжимается, и ты из этого состояния сжатия не можешь ничего я даю там упражнения по управлению своими эмоциями мы разблокируем многие эмоции потому что видите, у многих есть запрет чувствовать понимаете, если я себе раз запретил чувствовать когда-то нельзя плакать, потому что ты мужик нельзя там я не знаю, и как-то громко разговаривать или там так бурно радоваться или так бурно смеяться, ты же девочка еще как лошадь смеешься ты леди или например там вот эти все не смейся, плакать будешь мы все что-то нахватали и когда мы блокируем чувства мы разом все блокируем ты не можешь стать интуитом когда у тебя заблокировано нафиг все, тебе сначала надо это разблокировать и понять, где заблокировано вот когда ты разблокировал вот тогда ты можешь начать снова чувствовать вот поэтому там у нас есть урок урок по эмоциям где мы делаем разного рода упражнения на разблокировку этих эмоций на понимание, как ими управлять и есть урок еще магия луны но это не про то, что мы там учимся луну расшифровывать как астрологи а здесь именно про практики которые то есть я там даю прям конкретную методичку я объясняю про разного рода практики какие мы делаем на убывающую луну какие на растущую на полнолуние на новолуние что они отличаются по знакам я вообще хотела по этому поводу даже книгу написать со всеми практиками чтобы человек мог ориентироваться без моего блога откуда вот я, например, беру все эти практики я вот этим тоже делюсь на курсе по интуиции луна, она неразрывно связана с нашим мироощущением я там это объясняю, почему и все это еще с личной карты интуиции это целый месяц с обратной связью этот курс это не просто вы уроки проходите вы в чате задаете вопросы и вам на них отвечают там либо со мной у вас группа либо с куратором и вот этот курс я презентую его на вебинаре про сны а сам курс стартует 16 марта но кто проходил предзапись вам я спецпредложение скину у вас будет самая выгодная цена самые выгодные условия и еще подарок там будет бонусный блок с практиками, которых ни у кого нет вот и с подарочками это для тех, кто проходил предзапись я вам на днях скину письмо с предложением уже на этот курс попасть кто предзапись не проходил но хочет по выгодным самым условиям попасть и знает точно, что пойдет на этот курс пишите мне в директ слово интуиция я вам скину ссылку на этот курс ну на сайт курса вот и вы все увидите и все узнаете первыми если не пропустите письмо и придете предзапись там на сайте потому что сейчас купить ничего нельзя можно только предзапись пройти нет, отдельно никакие практики сейчас приобрести там нельзя с этого курса если вы проходили курс то вы можете повторно пройти с этим, с новым потоком там будет вам специальное предложение по чатам мы разошлем но еще фишка знаете в чем? что все уроки с вами остаются навсегда ну то есть вот вы раз вступаете на курс все эти уроки они с вами все методички все уроки если вы не успели проходить и делать практики сейчас вы можете это делать потом в другой коридор затмений или в другое просто время вот тоже лучше новый пройти либо старый решать вам посмотрите я не знаю когда вы проходили программа поменялась относительно если вы год назад проходили даже два года назад то программа поменялась какие-то новые уроки где-то добавились вот поэтому смотрите да огненный курс от души рекомендую затмение в этом году 25 числа еще у нас перед этим день весеннего равноденствия да то есть такой классный март в этом плане будет тоже была на курсе два раза входила несколько раз в осознанный сон это мощь я на курс два раза ходила чувствую себя прекрасно спасибо что переживаете за меня советую всем в этот курс шикарно выглядите спасибо большое так я скорее не похудела а отеки сошли я не так много набрала на самом деле мне часто снятся умершие люди и родные и нет очень хочу к вам на интуицию разобраться с этим вы также можете сейчас пока еще не попали ко мне на интуицию и не попали на вебинар по снам да потому что там я тоже буду много разной информации давать для себя выписать что для вас это значит вот умершие люди для вас это что никто а что что это за энергия может быть это энергия прошлого отжившего что-то может быть вы в этой энергии зависаете и поэтому вам эти люди снятся вот просто вот например как вариант я не настаиваю на этой интерпретации но то есть смотрите не трактуйте в лоб что мне снятся умершие значит я там повелительница умерших или значит я скоро умру нет ну что для вас вот эта вот энергия вот-вот снятся умершие люди о чем это для вас именно попробуйте не из позиции страха и тревоги то есть я сегодня очень важную информацию на эфире мне хочется конечно чтобы ее взяли они там они просто думали о том что блин а что там мою никакую жизненную ситуацию мой сон не расшифровали да а вот взяли то что я сегодня даю и немножко побыли с этим вот вообще лучше законспектировать потому что улетучится все даже я вот прежде чем вести эфир я себе конспект накидываю и более того я знаю свои особенности интуиции только у меня берется ручка в руку и когда есть бумага у меня наконец-то рука начала писать вы помните у меня были проблемы когда я беременной ходила у меня прям отнималась рука это было ужасно я даже спать не могла я сейчас так хорошо сплю несмотря на то что я стою на ночные кормления с ребенком а он на груди вот но рука пишет и это самое главное мой рабочий инструмент потому что я когда пишу из меня льется как будто за меня кто-то пишет и я знаю что это моя сильная часть я знаю что именно это моя сильная часть что мне стоит сесть писать я почему карты натальные разбираю на бумаге то есть у меня нет такого что я на компе это сижу я смотрю на карту и пишу у меня если достать тут столько бумаг вот этих всех то есть я разбираю когда человека я пишу и оно меня ведет само я знаю что это вот моя сильная сторона все точно или когда я начинаю говорить оно просто потоком льется и это тоже моя сильно интуитивная сторона и я знаю что это так я могу пересматривать потом какой-то эфир думать блин нифига себе ну откуда я это знаю вообще кто мне это все сказал я не так планировала сказать я сказала даже лучше чем планировала вот и тут я хожу когда обдумываю эфир это одно когда я сижусь писать вообще льется из меня по-другому это все и когда ты понимаешь свои сильные стороны тебе легче ими управлять и ты их признаешь ты их принимаешь свою жизнь все это теперь твое а так оно как будто где-то от тебя там иногда тебя посещает и ладно так вот кто отрывками пишет я естественно теряю если снилось постоянно несколько лет одни и те же усопшие я не понимаю к чему я с ними и ходила куда-то во сне видите жива-здорова я тоже постоянно с мертвыми уходила и жива-здорова я буду на вебинаре еще про умерших говорить приходите на вебинар обязательно в церковь ходила но все равно сняться приходите обязательно на вебинар мы там будем все это обсуждать так классный эфир вообще мы с вами уже час да уже задерживаемся поэтому пожалуйста я буду завершать эфир но если у вас остались вопросы пишите их под этим эфиром я сейчас запись сохраню если вы будете на ютубе смотреть не забывайте пожалуйста ставить класс да лайк и я планирую давайте пообещаю вам чтобы точно запланировать провести для вас эфир где я разберу реальных людей по датам рождения и расскажу какая бывает интуитивность что я вижу в этой карте что человеку можно усиливать по интуитивности напоминаю что 9 числа 9 марта это выходной день будет вебинар бесплатный запись я не буду в свободном доступе оставлять нигде вебинар будет называться расшифровка снов мы там будем вообще разговаривать о том как расшифровывать сны это не вебинар где я буду расшифровывать ваши сны всех по очереди как сонник говорящий нет это вебинар где я вам объясню в какие дни какие сны снятся как расшифровывать какие есть практики работы со снами какие есть ошибки в расшифровке снов на этом вебинаре я презентую курс подробно вам все расскажу покажу по интуиции на этом вебинаре я буду дарить подарки у нас там будет беспроигрышное колесо И там можно будет выиграть и курс интуиции, и колоды моих метафорических карт, я вам лично отправлю, и скидки на курс, и какие-то практики, которых еще ни у кого нету, которые будут только у вас, которые вы сможете выиграть, они не продаются отдельно. Можно будет выиграть со мной, да, по помощи в расшифровке ваших каких-то мистических ситуаций или снов, что-то типа консультации, да, в аудиосообщении. И самое главное, что каждый что-то все равно выиграет. Ну, то есть понятно, что не каждый выиграет там все ценные призы, но каждый попытает удачу, и что-то выиграет все равно, то есть это именно беспроигрышное. Вот, но мне хочется, чтобы вы шли не только за подарками, а чтобы вы шли за информацией и применяли ее в жизни, чтобы это помогало вам в дальнейшем понимать свои сны, потому что мы спим реально почти 25 лет своей жизни в среднем. И боимся, блин, своих снов, либо не понимаем. Так вот, я хочу, чтобы вы научились их понимать. Вебинар правда будет прямо вот мясо-мясо, да, как это принято говорить. Обязательно нужно будет приходить с тетрадкой и ручкой и записывать, конспектировать. Прям я там буду без остановки выдавать просто самый крутейший контент, как говорится, сейчас в этом современном мире. Это 9 числа будет. А 16 марта у нас уже стартует курс по интуиции. Кто в предзаписи, ждите на днях письмо. 5 или 6 марта я вам письмо отправлю, и вы сможете по самым выгодным условиям, дешевле всех, еще и с бонусами, приобрести сразу участие в этом бомбическом курсе. Вот такие новости. И скоро еще у нас затмение. Скоро у нас еще день равноденствия. Про все постараюсь рассказывать и выходить в эфир, потому что мне нравится с вами проводить прямые эфиры. Да, все. На этом я с вами прощаюсь. И всем пока-пока. А чтобы попасть в предзапись, там кто-то спрашивает, пишите мне слово «интуиция», я вам скину ссылочку на предзапись. Поехали. 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 Продолжение следует...